В собрании депутатов Ненецкого округа состоялись публичные слушания об исполнении окружного бюджета за 2019 год. Отчет представила руководитель Департамента экономики и финансов Ненецкого округа Татьяна Лагвиненко. По ее словам, бюджет региона в 2019 году, несмотря на снижение цены на нефть, характеризуется ростом доходов и началом реализации новых инвестиционных проектов, а также продолжением строительства крупных объектов. Мария Даник продолжит тему. В 2019 году доходы бюджета Ненецкого округа составили около 23 миллиардов рублей, чуть меньше по расходам. Таким образом, бюджет был исполнен с профицитом. Его размер – 166 миллионов. Госдолг на 1 января текущего года составил 1 миллиард 600 миллионов рублей. Взвешенная долговая политика использования различных инструментов до финансирования дефицита и исполнение окружного бюджета с профицитом в течение ряда лет позволили в разы уменьшить государство. По состоянию на 1 января прошлого года государственный долг составлял 2 миллиарда. По итогам исполнения профицитного бюджета за 2019 год государственный долг уменьшился на 400 миллионов рублей. А именно прошла плановая амортизация облигаций, выпущенных на общую сумму 2 миллиарда. Означая, что Ненецкий автономный округ, как и митинг ценных бумаг, помимо купонных выплат, ежегодно погашает часть номинала облигаций. Кстати, на сегодняшний день госдолг погашен еще на 200 миллионов рублей. В своем выступлении главный финансист региона Татьяна Лагвиненко отметила, что одним из важных показателей, характеризующих бюджетную политику региона, являются относительные цифры по доходам и расходам из расчета на одного жителя. Так, в прошлом году бюджетные доходы на одного жителя региона составляли 520 тысяч рублей, расходы – 516 тысяч. В округе действует свыше 160 мер и видов социальной поддержки. Из них 95% – это региональные меры. В среднем на одного жителя округа приходится 66 тысяч рублей социальных выплат. В 2017 году было 62, в 2018 году было 63. И это только прямые перечисления бюджетных средств на поддержку населения. Косвенная поддержка оказывается через государственное регулирование коммунальных тарифов и субсидирование юридических лиц. В рамках реализации национальных проектов была продолжена работа с Федеральным центром по привлечению бюджетных средств. В 2019 году получено 3,5 млрд рублей из федерального бюджета. Из крупных статей можно отметить межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 2,074 млрд. Грант за достижение показателей деятельности органов неспланетной власти – 32 млрд. Субсидию на поддержку малого и среднего предпринимательства – 322 млрд. На развитие жилищного строительства – 283 млрд. На переселение из аварийного жилья – 181 млрд. На оказание медицинской помощи с применением авиации – 101 млрд. Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг – 43 млрд. На развитие агропромышленного комплекса – 39 млн. другие межбюджетные трансферты. Спикер регионального парламента Александр Лутовинов также отметил о серьезной работе с Федеральным центром по привлечению в округ денежных средств. Мы всегда говорим о том, что мы рассчитываем на них. И когда 3,7 заявляем по плану, это очень серьезные, большие деньги, которые действительно помогают нам урегулировать те бюджетные заявки, которые мы вместе с вами реализуем. И поэтому, конечно, здесь надо стремиться к стопроцентному выполнению. В 2019 году реализовывались мероприятия в рамках 29 государственных программ. На их исполнение было направлено около 22,5 млрд. рублей. Из них 49% на развитие социальной сферы. Как отметила главный финансист округа Татьяна Лагвиненко, с высоким уровнем эффективности реализованы всего 8 госпрограмм. Депутат окружного собрания Наталья Кордакова предложила рассмотреть вопрос о сокращении количества госпрограмм. Необходимо, мы считаем, что необходимо продолжить работу по нашим программам, которые были 29 программ в 2019 году. И у нас, как Татьяна Павловна отметила, что бюджет носит программный характер и составляет 89,7%. Но следует отметить все-таки, что 5 программ у нас неудовлетворительных. И это, конечно же, не совсем хороший показатель, о чем тоже сказали здесь уже. Поэтому необходимо проводить сокращение. Мы считаем, что необходимо проводить сокращение количества этих программ и повышение их эффективности. Со всеми предложенными рекомендациями можно будет ознакомиться позднее на официальном сайте собрания депутатов Ненецкого округа.